В городском округе проживают более 70 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Каждая встреча с ними – живое прикосновение к истории страны. В гостях у одного из свидетелей фронтовых лет побывали мои коллеги. Каждое утро Иван Мишиненков начинает зарядки. 30 отжиманий и столько же приседаний. Когда стоит хорошая погода, упражнения выполняет на уличных тренажёрах. Для местных мальчишек Иван Михайлович – пример для подражания. Мы старики ходим, а молодёжи надо бегать, ходить тоже, учиться, своё здоровье держать в норме. Вот такой вот быть. Сегодня в доме ветерана день особенный. Младшая дочь Татьяна помогает надеть парадный пиджак. Повод есть. Отцу исполняется 98 лет. Ближе к обеду за столом соберётся вся семья. Был у нас боевой товарищ. Это я вам для начала такой… Есть у вас время. А что, я же приезжаю в выходной день. Поздравить ветерана пришёл голова округа. Иван Михайлович пригласил Владимира Ружицкого на день рождения месяц назад, когда тот поздравлял его с Днём Победы. За чашкой чая с домашним пирогом разговаривали о семье и ценностях жизни. Вспомнил ветеран и о том, как попал на фронт. Призвали в 42-м. Я был в Рязани, Дашки 2. Там нас выучили. Хотели на самолёт мне, а я был трактористом. Потом попал в автошколу. Там за два месяца мне выучили. Листая альбом, военный шофёр Иван Мишиненков показывает старые фотографии. Вспоминает, как освобождал Белоруссию и Польшу. А в мае 45-го в Берлине оставил подпись на Рикстаге. Кто кровью, кто чем. Ну я крутил, крутил. С чем расчисаться? Ну нашёл кусочек кирпича красного. Небольшого расточка, ну там кофе как-то поднялся. Нашёл место, расчисался. В мирное время Иван Михайлович работал водителем в Министерстве обороны и промышленности СССР. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.